Всем привет! Меня зовут Ирина в форме и я сегодня хочу провести для вас тренировку с гантелями. Для данного занятия нам понадобятся любые два предмета весом от 2 килограммов. И вы узнаете, как при помощи них проработать все тело. Каждое упражнение мы с вами будем выполнять ровно по одной минуте. Без перерыва будем переходить к следующему упражнению. И таких кругов нужно будет выполнить пять. Первое упражнение, которое мы с вами будем выполнять, это приседания с толчком гантелей наверх. И выглядит следующим образом. Исходная позиция. Ноги чуть уже ширины плеч, носки направлены строго вперед. На вдохе опускаемся вниз, на выдохе с гантелями наверх. Снова вдох, на выдохе наверх. Вдох, выдох наверх. Вдох, выдох наверх. Вдох, выдох. Вдох, толчок. Вдох, толчок. Для следующего упражнения нам понадобится всего одна гантель. И мы будем с вами выполнять динамические выпады вперед со скручиванием корпуса. Исходная позиция стопы на ширине тазобедренных суставов. На вдохе опускаемся вниз, выдох, скручиваемся, поднимаемся наверх. Меняем ногу. Оп, скрутились. Оп, наверх. Снова выпад. Скрутка, оп, наверх. Выпад, скрутка, оп, вверх. Выпад, скрутка, наверх. Следующее упражнение это отведение гантелей в сторону. Занимаем исходную позицию в наклоне, живот подтягиваем, ладони находятся строго под грудным отделом. На выдохе отводим руки с гантелями в сторону, на вдохе опускаем вниз. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Чувствуем, как работают мышцы плеча. Здесь прекрасно прорабатывается средняя дельта. На выдохе отводим в сторону. Оп, выдох, выдох. Следующее упражнение это тяга в наклоне. Мы с вами прорабатываем мышцы спины. Что мы с вами делаем? Берем две гантели. Если есть потяжелее, то лучше берем потяжелее. Уходим корпусом в наклон, живот обязательно подтягиваем. И на выдохе начинаем тянуть гантели к линии бедра. Локти направляем строго назад. Вдох, выдох, прожали. Вдох, выдох, прожали. При этом в верхней точке лопатки максимально встречаем друг с другом. Выдох, выдох. Ну что, я желаю вам прекрасной тренировки. И обязательно будьте в форме. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин